Все знакомые, кто работал в США, они все переехали в Канаду. И мы задумались, что, наверное, это неспроста. Когда мы начали задумываться о переезде, у меня английский был не то, что ноль, у меня он был минус сто, мне кажется. То есть вы заплатили за восемь месяцев вперед? Да. За восемь месяцев? Да. Мне не нравится, что здесь везде пахнет марихуаной. Если покупать мебель в среднем ценовом диапазоне, сколько бы в первый месяц получилось? Там страшная цифра. Да, ну да. Привет всем из Торонто. Сегодня у нас в гостях не просто наши студенты, клиенты, а это члены нашей семьи, нашей команды Алексей и Виктория. Почему я говорю члены нашей команды? Потому что ребята участвуют в реалити-шоу, и вы можете каждую неделю наблюдать за их жизнью, за самыми интересными моментами, которые они снимают и делят. Но сегодня мы встретились для того, чтобы обсудить не просто то, что происходит, а то, что было и то, что в принципе будет. По поводу планов поговорим. Я думаю, это интересно всем, интересно нашим зрителям. Еще раз спасибо, что вы пришли, и мы начинаем. Спасибо за приглашение. Всем привет. Всем привет. Ребят, скажите мне вот что. Вы приехали в Канаду учиться. Да. В первую очередь вы студенты. Ну, то есть не вы, а студент у нас Алексей. Получил студенческую визу. Виктория успела въехать по открытому разрешению на работу. Правильно? Да. Давайте поэтому мы начнем сначала. И, наверное, первый вопрос у меня будет адресованный Алексею. На какой программе сразу и в каком колледже? Я учусь в Джорджиан колледже на программе Global Business Management. Двухгодичная программа, после которой можно будет податься на Postgraduate Work Permit. А расскажи, чем занимался ты, какой у тебя бэкграунд, образование, по профессии, кто был и почему решил именно выбрать эту программу? У меня очень долгий путь, скажем так, потому что я после окончания школы сначала учился три года в медицинском институте, потом я ушел и пошел учиться на биотехнолога, где, собственно, мы познакомились с Викой, мы были одногруппниками. Ну, я так и закончил как биотехнолог, и, в принципе, я работал в разной сфере. Последние две мои работы, они были больше связаны вот именно с бизнесом, с ведением, и поэтому решили, что надо продолжать дальше карьеру, и при этом хотелось эмигрировать, поэтому и решили выбрать вот что-то подходящее более-менее. Расскажи, пожалуйста, на консультацию вы пришли ко мне на общую или конкретно на учебу? Вы знали с самого начала, что вы хотите, или это было как бы решение, принятое нами вместе, скажем так? Мы знали, что мы хотим эмигрировать, и просто искали способы, потому что, естественно, мы изначально рассматривали экспресс-энтри, но так как я еще был студентом, плюс у нас не было экзамена английского, уже его было сложно сдать, мы решили, что надо рассмотреть все варианты пути, и вот, по сути, вы нам подсказали, что учеба — это самый оптимальный вариант. Мы прикинули, посчитали и решили, что да, действительно, это самый оптимальный вариант. Ну, то есть мы встретились, а со способом определились. Я же, в принципе, ты был готов сразу же начать учиться, или какими-то условиями надо было выполнить? Я имею в виду английский язык, требования для вступления, какие-то были сложности, или сразу поступил без проблем? Ну, по сути, мне надо было дождаться завершения учебы в ВУЗе, но меня Джорджин принял на основании того, что я закончу через полгода университет, и они меня уже на этом основании принимают. И да, благодаря 12 неделям бесплатного английского в ИЛАКе это, по сути, был экзамен английского, то есть мне никуда не надо было ехать, я все онлайн прошел школу и, по сути, сдал английский. То есть тебе 12 недель хватило для того, чтобы получить сертификат, сертификат на нужный уровень? Да, у меня английский был на достаточно хорошем уровне, но так как я там уже давно не практиковался, наверное, года 2-3 я вообще не занимался английским, поэтому, дай бог, был upper-intermediate уровень, и, в принципе, я сдал экзамен, поступил сразу в ИЛАКе на самый высший уровень, и, в принципе, 12 недель я сидел на этом уровне, просто штудировал, не знаю, книжки. Ну, будь не зря просидел. Нет, это был очень ценный опыт, я завел там друзей, с которыми уже встретился в Канаде. Это здорово. Друзья с других стран, да. Это всегда классно, есть с кем попрактиковать английский, с кем ты переписываешься постоянно, то есть у тебя пропадает вот это вот, когда тебе лень практиковать английский, а тут ты постоянно переписываешься с другом, и это хотя бы раз в два дня ты практикуешь английский. Это действительно классно. Ну и вообще школа очень удобная, потому что и преподаватели хорошие, и ты постоянно общаешься, ты беспрерывно там 6 часов общаешься на английском. Это очень хорошая практика. Для поступления в учебное заведение английский язык он не просто желателен, он необходим. Без нужного уровня вас не зачислят. Для того, чтобы подтвердить уровень языка, есть несколько способов. Вы можете пойти сдать IELTS Академик, как вариант его везде принимают, но не каждый человек его потянет. А как альтернатива IELTS есть у нас курсы IELTS, на которых вы не просто учитесь английскому языку, вы учитесь особенностям обучения именно конкретно в Канаде. Алексей именно таким способом поступал в учебное заведение. Ты можешь сказать, каким образом построено обучение? Стоило ли это потраченных усилий и полезно ли это было тебе вообще? Да, мне очень понравилась учеба на самом деле. Я много учился английскому по-разному и с репетиторами, и в школе, и в университете по-разному. IELTS это, наверное, лучшее место, где я обучался английскому. Там построено все по двухнедельной системе, то есть у тебя курс состоит из двух недель. Ты приходишь, в понедельник начинается курс, и у тебя идет сначала просто занятие. Вы разговариваете, вы обсуждаете какие-то темы. Преподаватель обязательно задаст вам эссе на дом, чтобы вы учились писать, потому что эссе здесь необходима. Это система обучения такая, что здесь все пишут эссе. Также у вас будут какие-то там занятия, задания по книжкам. У вас будут разговорные клубы, то есть вас будут запирать без учителя, просто в комнатах зума, так сказать, с другими ребятами. У вас будет тема для обсуждения, и потом преподаватель, когда вас выведет из комнаты, так скажем, он будет спрашивать, ну что вы обсудили? И вот, допустим, меня там спрашивали, что, допустим, там Лилиан думает по этому вопросу. Я должен сказать, что она думает, то есть я должен заранее у нее что-то узнать. Это на самом деле очень хорошая практика. И потом мы сдаем экзамен непосредственно. Это, по сути, часть IELTS экзамена, просто она разбита. То есть в один день мы сдаем speaking часть, в один день мы сдаем письмо, это отдельное, и отдельно мы сдаем, по сути, чтение. На это все выделяется время, ты это сдаешь онлайн, там, в принципе, это все очень удобно, классно сделано, и результат ты получаешь через неделю. И, в принципе, 12 недель, ну, мне кажется, что это немножечко слишком было, но, опять же, у меня возникли некоторые проблемы со сдачей этого английского, потому что некоторые вопросы в части чтения я просто, ну, неправильно понял как-то вопрос, неправильно ответил и не набрал нужное количество баллов. Вот, по всем остальным были хорошие баллы, а здесь я как-то вот попал в просаг. Поэтому сдается каждые две недели экзамен, и я сдал с третьей попытки, и потом уже просто сидел и сдавал экзамен чисто для своего удовольствия, по сути, пытался побить свой собственный рекорд. Тебе комфортно было заниматься? Это было не слишком тяжело, не слишком легко? Каким образом ты попал в ту группу, в которой ты находился? То есть было какое-то предварительное тестирование? Да, когда ты оплаиваешься в ИЛАК, тебе надо обязательно сдать тест, это оксфордский тест, он прямо на сайте сдается, и отправляются туда результаты. Там, в принципе, сдаются все части, то есть там грамматика, чтение, письмо, там все сдается. Там смотрят на твой средний уровень и понимают, куда тебя определить, в какую группу. У разных университетов разные требования, это, по сути, по своей программе. И вот, допустим, для Джорджио нужна 3,2. Меня определили сразу в 3,4 программу, и получается, я был выше уровнем, но мне все равно надо было сдать необходимое количество баллов, чтобы попасть в Джорджио. Кому-то надо было больше, кому-то надо было меньше, зависит от вуза, куда они поступали. Ну, значит, Алексей у нас поскромничал, сказал, что у него английский был так себе. Значит, на самом деле, английский-то у тебя был неплохой, честно говоря, раз тебя сразу определили в 3,4. Не каждого человека туда определяют. Сколько человек было в группе вообще? То есть это ты не пришел, а ты подключился, да, чтобы не вводить за влажнение никого. Ты подключился, занятие происходит через Zoom. Сколько человек в группе было? По-разному, зависит от недели, но в среднем у нас было в районе 20 человек, считай, преподавателей. И иногда подключались какие-то кураторы, дополнительные преподаватели, которые отдельные блоки преподавали. Из каких стран были люди? В основном были из СНГ стран, из Латинской Америки, из Китая. Тяжело было понимать другой акцент? Да, у всех разные акценты, всех было по-своему тяжело понимать, но, в принципе, уже через пару дней ты начинаешь привыкать к этим акцентам, потому что ты постоянно с ними в комнате, ты слушаешь это, ты вынужден понимать, что они говорят, и это очень хорошая практика для понимания разных акцентов. А давай, если мы по времени, помнишь, когда мы встретились, когда закончил, когда подали на разрешение на учебу, и когда получилось решение, чтобы вот как-то можно было временные рамки для себя людям представить? Насколько я помню, консультация у нас была в августе, я не помню, в середине, по-моему, августа, ближе к концу. Потом мы начали уже процесс поступления в колледж сразу, в ноябре мы оплатили учебу за год вперед, и нам прислали письмо о зачислении, и я пошел на английский, на ИЛАК в конце декабря, в начале декабря, извиняюсь, я пошел и учился там, получается, до 23 февраля примерно. Вот я помню, что такие какие-то даты, поэтому могу ошибаться в начале. И потом мы ждали уже подачи на визу, мы подались на визу, по-моему, 1 марта, 6 марта, извиняюсь, и сидели, ждали, сколько, 9 месяцев почти ждали визу? 9 месяцев. Так, можно за 9 месяцев, знаете, что сделать. Так, пока мы дождались решения по визе, но все-таки дождались. Вик, ты как вообще к этому относилась? Поддерживала или на все это смотрела? Мысли про эмиграцию Алексея были еще до того, как мы встретились, и он мне сразу сказал, что у него есть такое желание переехать, мигрировать в какую-то другую страну. Это меня заинтересовало. Я всегда думала насчет того, чтобы попробовать жить в какой-то другой стране. Это такой интересный опыт, и почему бы и нет, это классно. Конечно, я это приняла, поддержала его, сказала, да, конечно, давай, мы долго выбирали, на какой стране остановиться, и все-таки решили, что мы хотим мигрировать именно в Канаду. А вот тут давай остановимся немножко. То есть инициатором был Алексей. Какие вы рассматривали варианты для эмиграции вообще изначально? Куда думали? Ну, Азия закрыта по понятным причинам, поскольку там очень сложно продвинуться по службе, поэтому мы рассматривали из англоязычных стран, чтобы не учить другой язык. Мы рассматривали США как вариант эмиграции, но там невозможно почти получить гражданство в дальнейшем. То есть это очень сложный путь. То есть не очень понятен процесс именно получения статуса. Да, это получится, не получится, это все очень подвешено, и тебя всегда могут депортировать, если у тебя какая-то не такая рабочая виза, тебя уволили, поэтому очень много подводных камней. Мы думали про Австралию, но, опять же, я панически боюсь змей, поэтому мы решили, что тоже нам это не подходит, и решили, что у нас есть много знакомых, кто живет в Канаде. У меня мама долго работала в США в свое время, и у нее все знакомые, кто работал в США, они все переехали в Канаду. И мы задумывались, что, наверное, это неспроста. Все из США переезжают в Канаду, значит, что-то там людей привлекает, даже по сравнению с США, и мы решили, что надо изучить этот вопрос. Мы изучили, написали друзьям, коллегам, и они нам, по сути, вас посоветовали, сказали, что вот обратитесь для эмиграции. Подтвердили, хорошо, друзья. То есть визу мы получили, ура, через 9 месяцев, наконец, решение вышло. И тут пришел момент думать о том, куда вы будете ехать, как к этому нужно подготовиться, что вы, какие шаги предпринимали. Вообще, какая была первая мысль после вот этого радостного момента, ура, визу мы получили, что потом начали делать? Билеты, билеты смотреть сразу, это первое, потому что мы очень долго, так как мы ждали, что ну вот-вот сейчас дадут визу, вот-вот, мы с Майей уже ждали, что ну завтра уже дадут, ну там 3 месяца рассматривать, ну ладно, может быть 4, ну ждали, смотрели билеты, мониторили цены. Поэтому на самом деле очень забавно вышло, что мы когда переносили учебу с января, я же изначально вам написал, что ну давайте переносить на сентябрь. У меня уже апатия была такая, я уже ни во что не верил, ну ладно, надо, наверное, рассматривать какие-то альтернативы. И я посовещался с Викой, и Вик такая говорит, ну давай попробуем на май, ну перенесем, ну будет опять изменение цены обучения, придется чуть-чуть больше заплатить, ну побольше поработаем и сможем все-таки уехать. И вот чудо, что, да, иначе бы мы остались на сентябрь, и тогда мы бы не попали, она бы просто не смогла приехать по открытому разрешению на работу. Так, давайте, ребята, я сделаю такое небольшое вступление. К сожалению, сроки рассмотрения заявок, их тяжело предсказать. И те средние сроки, которые на официальном сайте написаны, они не всегда соблюдаются, а чаще наоборот, они не соблюдаются. В таком случае, если срок обучения приближается, а виза еще не получена, мы переносим обучение на ближайший доступный семестр. Напомню, что обучение в Канаде начинается не только осенью, у нас есть осенние, зимние, весенние и даже летние семестры. Вот случай с ребятами перенос мы осуществили на май. Сколько времени у вас было на подготовку? Давайте так. На самом деле много, потому что мы получили под Рождество подарок такой. Учеба начинается в мае. Я не помню четко, 6 марта, когда отслеживал, переживал. И у нас было много времени, мы взяли январские праздники на то, чтобы посидеть, подумать, посчитать, как, когда, что лучше приехать, потому что мы понимали, что надо приехать заранее, но пока не сильно понимали, насколько заранее, чтобы подготовиться, было время здесь освоиться, обжиться. Да, мы еще... Ну, надо было же квартиру найти, в которой жить, поэтому... А мы не были уверены, что у нас получится найти квартиру удаленно, и поэтому мы хотели как-то, ну, хотя бы за полтора месяца приехать, чтобы было достаточно времени на всю подготовку. Но нам удалось снять квартиру удаленно, это очень прям нам повезло. Нет, так, давайте на этом повезло становимся. Вот все приходят и говорят, наши ребята все, нам повезло. Давайте не повезло, а расскажите, как вы удаленно искали квартиру? Мы нашли риэлтора. Как нашли? В инстаграме. Я в инстаграме написала риэлтор Торонто по-русски специально, потому что для нас было важно найти риэлтора, которые русскоговорящие, потому что мы не знаем, как здесь устроена аренда жилья, как вообще это все делать, и я думаю, на английском мы бы вообще сошли с ума. Да. Вот, специально нашли русскоязычного, я написала риэлтору, говорю, что вот мы сейчас здесь живем, в России, мы планируем в такие-то, такие-то там месяца переехать в Канаду, нам нужна квартира. Все, она сказала, да, хорошо, нужно будет предоплату за первый-последний месяц и, возможно, предоплату еще за дополнительный месяц, чтобы вы были конкурентно способны относительно других арендаторов. Вот, ну, в общем, заранее нам такие условия обговорили. Вы, помимо вот этого задатка, она спрашивала у вас о каких-то документах, может быть, и банковские счета, чтобы убедиться в том, что вы действительно платили? Да, у нас спрашивали выписку по банковскому счету, но это скорее была прихоть лендлорда одного, потому что вообще здесь очень сложно снять квартиру, здесь у тебя должна быть обязательно история съема, с отзывом предыдущего лендлорда, должна быть кредитная история, но у нас этого ничего нет. Нам предложили, что, ну, может быть, у вас могут оставить из России лендлорда о том, что вы хорошие ребята, вы снимали, а мы жили в своей квартире, нам некому оставлять, самим на себя писать тоже нельзя. Столкнулись с тем, что у нас попросили достаточно большой задаток вперед, и к этому надо быть готовым, потому что... А мы можем озвучить цифры, потому что это важно? Да, конечно. Изначально нам риэлтор сказала, что никто с вами не согласится работать, если вы не оплатите за год вперед. Прямо за год? Да, за весь. Мы сказали, ну, давайте мы попытаемся, потому что мы не можем оплатить сразу за год вперед, это очень большая сумма. В итоге мы сошлись на том, что мы платим. А давайте попугаем немножко. Что значит, в среднем сколько, думаю, не назвать? В среднем в Торонто кондо один бедрум стоит 2 500. 2 500. То есть вам надо было заплатить за год вперед, кто-то у нас хорошо умеет читать, 30 тысяч, грубо говоря. И получается, что так как сейчас проблема с переводом, даже если у вас есть эти деньги из России, вы не можете это оплатить никак. То есть мы первый последний месяц с горем пополам через друзей смогли перевести, а получается, что мы должны заплатить за то, что вперед, из привезенных денег. Но так как тоже по правилам привезти много денег мы не можем, получается, что если платить за год вперед, то мы остаемся вообще без наличных денег здесь, что тоже чревато какими-то последствиями. Конечно. Потому что вдруг банковские карточки заблокируют еще что-то, и ты остаешься вообще здесь голой. То есть нас это тоже не устраивало, и мы искали с кем работать, кто будет у нас не год вперед хотя бы просить, а хотя бы какие-то вменяемые суммы. То есть вы нашли такого человека, и такого лендлорда заплатили за первый и последний месяц? Да, на самом деле мы долго искали, в основном поиском занималась Вика. Я сказала риэлтору, давайте мы попробуем сказать лендлордам, что мы готовы заплатить за 4 месяца, то есть чтобы в общей сложности было полгода. Она сказала, хорошо. Она подавала офферы на квартиры разные, и какие-то лендлорды отвечали, говорили нет, только если за год вперед. Другие говорили, нет, давайте полгода вперед, а не 4 месяца. Именно на наших условиях никто не соглашался. Мы тогда приняли решение, что ладно, мы готовы, получается, за полгода вперед дополнить. То есть всего за 8 месяцев мы можем заплатить. Мы на эти условия согласились, вот, и хозяин нас одобрил. То есть вы заплатили за 8 месяцев вперед? Да. За 8 месяцев? Да. У нас, получается, оплачен первый и 7 последних месяцев. Поэтому мы сейчас платим помесячно и ждем, когда наступят те месяцы, когда мы ничего не должны будем платить. Мы начнем богатеть, я надеюсь. Вы на этом этапе уже привыкали к канадской реальности, когда здесь все платится наперед. Вы еще не въехали к квартиру, как говорится, и не видели толком только на фотографиях, а уже за 8 месяцев заплатили. Нет, немножко у нас не так было. Мы удаленно заплатили за первый и последний месяц, то есть за два. И потом, мы приехав сюда, мы открыли в банке счет, положили туда деньги. В первый же день. В первый же день. И выписали чек нашему хозяину, на имя нашего хозяина, на имя хозяина квартиры. Да. Вот. Потом мы передали этот чек хозяину квартиры. А давайте сразу, чтобы мы не прыгали. Насколько легко было открыть канадский счет? Очень легко. Какие документы у вас спрашивали? В принципе, все документы у нас спросили. Сначала надо сходить обязательно сделать СИН. Это первое, что надо вообще сделать, потому что его требуют везде, но ты не должен его везде дать, потому что это твой номер личный. Но банк его требует. Без него тебе в банке ничего не дадут. Но мы с утра проснулись в отеле, позавтракали, пошли сделали СИН. После этого пошли сделали СИМ-карту. После этого сразу зашли рядом в банк. И сделали, в принципе, счет. Сразу все сделали. Мы уже там к 12 дня были свободны. Да, счет студенческий. У разных банков есть разные тарифы студенческие, поэтому, в принципе, заранее можно выбрать, где тебе удобнее, где тебе больше преференции нравится и пойти конкретно в тот банк. Может, вы порекомендуете нашим будущим студентам банк? Какой у вас? Ну, я сразу открыл себе в CIBC банке, потому что там бесплатно 2 года для студента обслуживания. Также мне дали студенческую карточку. Ну, на нее надо было отдельно подаваться, но она дает очень много преференций. То, что там бесплатный доступ в музеи, скидки какие-то. Вот. И, в принципе, мне сразу открыли кредитную линию на 1000 долларов, что тоже, в принципе, неплохо. Единственное, я сразу почему-то не взял кредитную карточку, и поэтому мне потом пришлось отдельно доходить, чтобы они мне прислали кредитную карточку. И кредитную карточку вам присылают по почте, поэтому желательно уже указать адрес, где вы будете жить. Ее могут прислать, в принципе, и в отель, если вы живете в отеле. Но мы указывали уже договор с ландлордом, и нам туда все, в принципе, прислали. У многих часто возникает вопрос, как мне завозить деньги. То есть, вот там есть определенная сумма разрешенная, которую можно вводить. А есть ли больше? Вот есть ли больше? Что вы делали в этом случае? Мы взяли ровно столько, сколько можно. Мы не стали рисковать. Тут скорее проблема, что в Канаду можно ввести сколько угодно денег, если ты их задекларируешь. У нас была проблема, что мы из России не можем вывести денег. У нас есть лимиты, которые нельзя превышать, и поэтому мы вот строго по ним ехали. Потому что, да, я читал, что очень много людей превышают эти лимиты на свой страх и риск, но если вдруг тебя поймают, тебя отнимают вообще всю сумму. И как бы, ну, тоже не хотелось так попасть. Мы, ну, на всякий случай перестраховываемся всегда, по крайней мере, я. Так, ребята, вы когда жилье искали, для вас важна была цена? Понятно, цена локации, чтобы это все совместилось. Насколько далеко ваше жилье находится от учебного заведения? Ну, мы искали обязательно жилье, чтобы оно было связано хоть как-то с транспортной сетью. Здесь в Торонто, в принципе, две с половиной ветки метро, что не то чтобы много. Но мы из Питера, мы привыкли к проблемам с общественным транспортом, поэтому нас это не пугало. Единственное условие было, что было рядом метро, что было уже сложно, поскольку здесь мало таких районов новых, где можно снять нормальное жилье за вменяемую цену возле метро. И нам риэлторы посоветовали выбирать из двух-трех районов. Мы сделали там выборку и искали варианты. В принципе, я до метро иду 10-15 минут, если мне совсем лень идти. А давай скажем, в каком районе вы живете? Мы живем в Воне, это окраинная станция метро. В принципе, мне нравится, потому что всегда можно сесть в метро, там никого еще нет. Сесть и уснуть, и проснуться уже возле университета. Это очень удобно. А с платформы говорят. Главное не забыть, когда тебе надо проснуться. Я добираюсь до университета с одной пересадкой, и это занимает, в принципе, 50 минут, час, когда как. Иногда здесь бывают проблемы с транспортом, можно добираться полтора часа. Но, в принципе, по желтой ветке я всегда доеду до центра, даже если есть какие-то проблемы. Если что, здесь можно выйти, пересесть на любой другой общественный транспорт, на трамвай, еще на что-то. Так, подожди, ты до учебы час добираешься? Да. Час добираешься? Да, нормально. Молодец. Мы привыкли к такому, да. Я когда учился в медицинском в Питере, я добирался два с половиной часа в одну сторону, поэтому мне не привыкать. Молодец. Только такой настрой должен быть. Вик, у тебя открытое разрешение на работу. Ехали, да. Ты уже им воспользовалась? Это только планируешь. Я разрешением на работу очень сильно хочу воспользоваться. Я уже жду, не дождусь этого момента. Работаю и ищу. Проблема в том, что я по профессии биотехнолог, я могу работать в лабораториях здесь, да и в России, но здесь мне нужен сертификат, который позволяет мне работать в лабораториях Антарио. То есть это сертификат не по Канаде, это именно сертификат Антарио. Что надо для того, чтобы его получить? Я узнавала информацию, я его еще не получала, не получила, только узнавала информацию. Две недели примерно идет онлайн обучение, после которого надо сдать тест, ну хотя бы минимальный процент набрать, баллов, и тогда ты получаешь. А ты планируешь, в планах есть? Конечно. Так, ребята, за нашим реалити-шоу смотрите, обязательно подписывайтесь, потому что я считаю, что это очень интересная и достойная информация. Да, вот как раз собирались это все снимать, рассказывать видео. Надеюсь, на следующей неделе мы пойдем сдавать экзамен по вождению, хотя бы тестовую часть, после этого уже как пойдет. Так, ребята, пожелаем всем удачи. Я думаю, к моменту выхода видео вы уже сдадите. И как раз вот после того, как получим права, я собираюсь уже пойти на эти курсы, потому что, ну я человек такой ответственный, мне нужно полностью погрузиться в это обучение, чтобы я сдала все хорошо, и с первого раза. Это очень важно, да. Когда мы начали задумываться о переезде, у меня английский был не то что ноль, у меня он был минус сто, мне кажется. Я вообще не знала английский. У меня в институте были занятия английского в школе, как и всех, естественно. У меня было множество репетиторов, но мне это никогда не помогало. Ну вот не могла я просто. Ты знаешь, мне кажется, дело в том, что как-то, наверное, не видела, для чего это цели не было. А тут когда ты уже понимаешь, что вот он тебе не просто нужен, он тебе необходим. Да, и я, вот мы как начали обсуждать переезд, я начала заниматься английским онлайн. Мне очень понравилась такая схема обучения, потому что я один на один с преподавателем, нету вокруг еще там одних группников, например. И вот этот вот индивидуальный подход мне очень понравился и помог как-то поднять мой уровень английского. Сейчас мне немножечко тяжеловато здесь, потому что я как-то стесняюсь, что меня кто-то может не понять, там либо мой акцент, хотя всем абсолютно все равно, какой у тебя акцент. Если они же тебя не поняли, они вежливо переспросят. Если ты их не понял, ты тоже можешь вежливо переспросить, чтобы медленнее сказали, либо повторили. Вот вчера буквально встречались с подругой Алексеей из Эйлака, с девочкой из Мексики. Все всех понимали, все отлично, потому что и она специально более четко все говорила, потому что я сразу сказала, у меня английский не уйдет. Я боюсь, что я могу не понять, и она это все поняла и стала говорить прямо четко, понятно, классно. Ну, поначалу, под конец вечера уже всем было все равно, все друг друга понимали спокойно. Никто медленно не говорил, все было в порядке. Да, да, да. То есть еще за счет того, что сейчас мы в основном все ведем дом, потому что делаем всякие разные дела, тут к правам готовились, я насчет того же сертификата для работы узнавала. Все время вместе вдвоем дома и на русском разговариваем. То есть такой практики на английском сейчас мало было, вот только сейчас начинается вся движуха здесь. Самое интересное. Да, 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 поэтому сейчас проще уже становится. Можешь-ка, давайте вернемся к моменту вашего въезда в Канаду. Это тоже важный вопрос. Что у вас спрашивал офицер, какие документы вы брали, насколько тяжело было пересечь границу? На самом деле странно, потому что когда ты выходишь в самолет, ты идешь получать пермиты, и там была большая достаточно очередь с самолета, было несколько разных офицеров, и один офицер, я видел, что он ребят вообще расспрашивал очень сильно, прям долго, дотошно, что вы, куда вы, зачем, вы в курсе, что вы здесь можете работать только с такого-то числа, и так далее, то есть он их прям спрашивал, знают ли они вообще все про Канаду. Мы подошли к офицеру, мы ему просто дали документы, он молча их взял, ушел к принтеру, вернулся, отдал документы, сказал, зацит. Алексей всегда на панике переживает, что все, что-то может произойти не так. У меня всегда релакс, я спокойно, потому что я знаю, что все пойдет так, пойдет, и вот переживанием ничем не поможешь, поэтому я всегда, у нас все будет хорошо, и у нас все проходит хорошо, поэтому наш переезд сюда 19-часовой прошло вообще без запинки, вот прям вот как по маслу. Кстати, всем нашим студентам, получившим разрешение на учебу, мы дарим книгу, в которой подробно распишены шаги, которые надо сделать пошагово, и я думаю, она является полезной. Да, кстати, эта книга очень помогла, я всю прочитал от корки до корки сразу, как получил, и потом по мере поступления каких-то у меня вопросов, то есть там билеты, потом я такой, так, следующий шаг, мне надо будет, когда я приеду, сделать СИН, у вас там это все расписано, потом банки, у вас тоже там расписано, даже есть какие преференции у разных банков, все очень удобно. Ты знаешь, это вообще документ живой, в принципе, и я всем вам говорю, если у вас появился какой-то момент новенький, которого там нет, вы нам, пожалуйста, его говорите, и мы добавляем, вот мы там по поводу там прав добавляли, потому что приехал, они еще к поводу детей тоже добавляем, потому что вот возникают документы, которые новые какие-то возникнут, и мы ее обновляем, и она как бы все время актуальна. Так я могу сказать, что при покупке билетов сюда очень важно помнить, что вы пермит получаете в первом городе Канады, то есть если у вас пересадка будет в Монреале, а вы планируете жить в Торонто, то пермит вы будете получать в Монреале. И поэтому очень важно взять достаточно большой промежуток пересадки, потому что у нас была такая проблема, за нами стоял мужчина, у которого как раз была пересадка, и там было полтора часа между самолетами, он не успевал никак на самолет на следующий, потому что ему нужно было получить пермит. Так, ребят, а вообще первое впечатление, вы приехали ночью или не ночью? Да, почти ночью. И в отель? Да. Проснулись и что? Первое впечатление какое? Сначала нам надо было уехать из аэропорта, это тоже был тот еще квест, потому что там несколько уровней, ты выходишь и ты не понимаешь, потому что у тебя дорога, и как будто бы я думаю, ну дорога значит это земля, и написано, что это первый этаж, а есть еще граунд флора, он под первым этажом, и для меня это было вообще нелогично. Мы вызвали первый Uber, и он приехал туда вниз, и мы искали, как спуститься вниз, а это тоже с тележками было очень тяжело, поэтому пришлось перезаказывать Uber. Мы приехали, сразу легли спать, завели будильники пораньше на 6 утра, проснулись, поели и пошли по делам уже, номер получать, номер телефона, заводить счет в банке. Слушайте, ну вот вы уже сколько здесь по длительности? Месяц. Месяц. Немножко уже обжились, привыкли, то есть впечатления, наверное, какие-то первые прошли, и уже какие-то остаточные трезвые есть. Что вы можете сказать по поводу Канады? Что вы замечаете? Какие вещи вам нравятся, а какие вещи не нравятся? Вика уже сказала, но она сейчас пока за кадром нам, но она сейчас повторит, давайте с чего же нравится начнем. То, что нравится, люди дружелюбные, если тебе нужна какая-то помощь, они всегда помогут, если могут. Неважно, какой у тебя акцент, они всегда тебя поймут, если что, переспросят. Город очень красивый, сам Торонто, нам очень нравится, гулять здесь классно. Алексей, у тебя? Я больше поклонник, конечно, европейской архитектуры, но, в принципе, и здесь тоже достаточно красиво. В этом есть какой-то свой шарм. Мне нравится, что здесь ощущается такое какое-то спокойствие, несмотря на то, что это большой город, здесь вроде бы и движения, и все куда-то бегут, но здесь все равно есть такое спокойствие, умиротворение, как-то безопаснее себя чувствуешь, несмотря на все минусы, которые рассказывают про Канаду. Все равно я здесь себя чувствую ни хуже, ни лучше, в плане безопасности в метро все то же самое, хотя мы, когда ехали, мы наслушали всяких страшилок, да и я сам в детстве был в Нью-Йоркском метро, я уже представлял, что меня ждут крысы, падающие с потолка на меня, но нет, здесь все очень прилично, в принципе, все станции метро чистые, хорошие, грязные могут быть только люди в метро, но это уже человеческий фактор. А что не нравится? Вот какие-то моменты, которые... Мне, если честно, сильно не нравится североамериканская привязанность к машине, здесь, в принципе, все в автобанах, все в дорогах, и если ты пешеход, то для тебя вообще инфраструктуры нет. Мы живем в очень классном районе, у нас, в принципе, все магазины под боком, до любого магазина 15 минут ходьбы, но с продуктами, когда ты идешь, это очень тяжело, и на машине легче, и также многие магазины, к ним нет просто подхода для пешехода. То есть тебе приходится идти через траву, через грязь, если дождь прошел, потому что тебе просто негде идти. Либо ты выходишь на дорогу, где ты... Ну, есть риск быть сбитым машиной. И ко тебе. Мне не нравится, что здесь везде пахнет марихуаной. Мне тоже это не нравится. Курсом, что здесь нет каких-то специальных мест, где люди могут курить. Они могут курить ее где угодно. Да, он идет впереди тебя, и ты должен вот этим... И ты вынужден этим дышать, хочешь ты или нет. Количество бездомных, честно, не напрягает. Некоторые могут кричать, ругаться, еще что-либо, но они это кричат там у себя, сами с собой. Они не трогают прохожих. Им тоже до тебя нет дела, поэтому если ты сам не будешь нарываться, если так можно сказать, то все будет хорошо. Раз уж мы коснулись системы покупок продуктов. Вы вообще были готовы в принципе к ценам и какое-нибудь на вас впечатление произвели? Дорого, все здесь недорого по сравнению со страной исхода? На самом деле странно, потому что мы готовы были к тому, что цены будут на порядок выше, но придя в магазин, обнаруживаешь, что какие-то вещи дешевле намного, чем у нас были, ну именно в продуктах. Какие-то дороже, поэтому в среднем ценник сейчас плюс-минус такой же, но качество продуктов мне здесь нравится намного больше. То есть тоже мясо здесь оно намного лучше, в нем нет воды, потому что мы когда дома жарили мясо, у тебя просто вся тарелка воды, вся сковородка в воде, ее ждешь, пока она выпарится, чтобы уже приготовить мясо, оно сварилось, пока ты его хотел пожарить. Здесь такой проблемы нет, здесь с этим все классно. Единственное, здесь тоже надо смотреть, потому что есть продукты нормальной ценовой категории, а есть подороже, которое написано, что выращены без антибиотиков. Но это уже как бы на любителя, кому что нравится. Я вот как аллергик, некоторые продукты приходится покупать, которые выращены без антибиотиков, потому что в них это прям ярко выражено и мне от них может стать плохо. Но в целом ценник адекватный, я бы так сказать. Ребята, но если говорить в среднем, сколько обходится стоимость жизни в Торонто на месяц? Да. Мы подсчитали, мы завели Excel-таблицу. нужно быть готовим к тому, что в первый месяц, пока ты обустраиваешь квартиру, ты покупаешь все с нуля. Те же самые салфетки, порошки, все абсолютно идет с нуля, и поэтому первый месяц траты очень большие. Мы за этот первый месяц потратили больше двух тысяч долларов уже. У вас квартира без мебели была? Полностью. Это только продукты. А где вы покупаете мебель? Ну, на самом деле, мы думали найти что-то с рук на киджиджи, или во многих кондо в домах у тебя выставляются вещи в гарбейдж-рум, но они нормальные вещи, их просто жильцы выставляют, потому что они обновляются. Но у нас такого не было, к сожалению, и у нас немножечко горели сроки, потому что у нас был заезд в квартиру, мы уже выселялись из отеля, и нам надо было найти матрас хотя бы, чтобы спать не на полу в квартире, потому что квартиры здесь, как правило, сдаются пустые. Два дня мы ходили, искали в разных магазинах Икея, разные другие мебельные магазины, и вот выбрали тот, где нам больше подходило соотношение цена-качество плюс сроки доставки. Поэтому, да, мы где-то переплатили, но мы переплатили опять-таки за свое спокойствие, поэтому мы изначально в бюджет, если есть такая возможность, прописать там, допустим, 10-15% выше бюджета за спокойствие. То есть ты понимаешь, что ты можешь где-то переплатить, но ты будешь намного спокоен, что я точно уверен, что я завтра буду спать на матрасе, а не на полу. У меня не будет такого, что я в поту бегаю, вот мне сегодня надо матрас, я его сейчас на себе потащу. Нет. Потому что таскать на себе все тоже это тяжело. Я вот целый месяц таскал туда-сюда, и в итоге пришел к тому, что у меня защемило нерв в спине, я неделю лежал, у меня были обездвижены ноги. То есть такого тоже никому не пожелаю. Ик, то есть ты сказала, 2 тысячи вы посчитали, это было на продукты, вот все такие дополнительные вещи, не считая мебели, вот тех, которые вы... То есть давай все-таки ну приблизительно скажем, если покупать мебель, опять же, да, в среднем ценовом диапазоне, сколько бы в первый месяц получилось. Там страшные цифры. Да, но там больше 10 тысяч долларов. Больше 10 тысяч. Канадских. Я вот к чему это говорю, так, то есть это звучит устрашающе, но это же реальные вещи. Сейчас подняли финансовые требования для студентов, это было 10 тысяч на одного человека. Сейчас, если округлить, это 21 тысяча на одного человека в год, и это, конечно, я считаю, разумно было, потому что на 10 тысяч прожить, если просто элементарно надо купить мебель, надо купить продукты, это было просто нереально. Но опять же, если ты студент, то ты, в принципе, можешь арендовать студенческое жилье, вуз, предоставлять такую возможность, колледж, вуз, они все предоставляют возможности, там будет уже кровать, стол, стул, матрас, там будет, в принципе, все, даже какая-то базовая посуда, там будет. Так как мы живем в Кондо, нам, естественно, все это приходится покупать с нуля, и понятно, что эти деньги, они потрачены не то, что вот каждый месяц мы их будем тратить. Да, это разово. Естественно, я эту кровать буду разбирать и перевозить с собой еще годами, потому что... Ну, она, если это Икея, то она один перевоз переживет. Это зебрик. Чуть-чуть получше. Чуть-чуть получше. Но тот же Вьетнам. А учебы начали уже, Алексей? Нет, 6 мая начинается. А как ты подготовился? Ты выбрал курсы себе какие-то? Уже все, ты знаешь, что как? Да, у меня была онлайн-регистрация на курсах. По сути, там надо выбрать программу на этот семестр. Но это немножко не то, что я себе представлял, потому что я думал, что мне надо будет выбрать прям предметы, то, что я хочу в этом семестре вот это изучить, а в следующем захочу то. Я так себе это представлял. А по факту нет. У тебя в первый семестр точно у тебя нет выбора, у тебя есть 6 предметов, у тебя есть выбор просто в расписании. У тебя есть вариант расписания А, вариант расписания Б, В, С и так далее. Зависит от программы, от того, сколько у вас учеников на курсе. У меня было два варианта расписания. Я выбрал тот, который мне больше подходит. То есть, опять еще раз, идите за следующими выпусками, ты расскажешь нам, как и что там дальше будет происходить. То есть, самое интересное впереди. Из подготовки я купил ноутбук, потому что дома у меня нет было ноутбука, так бы я его с собой привез. Если у вас есть хороший ноутбук, хоть какой ноутбук, везите его с собой, потому что здесь это необходимая вещь. У меня был стационарный комп, я не мог его привезти, потому что его бы на границе разобрали в ноль и сказали бы, вот вези так, а меня это не устраивает. Как только вы получите свое постоянное жилье, у вас будет адрес, обязательно сразу регистрируйтесь в библиотеке. Это сеть, в принципе, вы можете в любой библиотеке зарегистрироваться, ближе к дому, не ближе, где вам комфортнее. Библиотека периодически дает какие-то бесплатные билеты, допустим, можно бесплатно сходить в зоопарк, что тоже классно. В Торонто очень классный зоопарк. Мы еще не были, конечно, но очень-очень хотим, потому что по рассказам, по фотографиям это очень классное место. Также они организовывают какие-то поездки, какие-то семинары, плюс там можно взять фильмы в аренду, если хотите, там есть какие-то спикинг-клабы, там есть вечера, не знаю, для вязания, люди собираются вяжут, играют в монополию. То есть есть какой-то комьюнити, вы можете стать его частью, это очень классно, особенно если у вас длительный период, как у нас до учебы, вам надо практиковать английский, вам надо быть готовыми, поэтому это как один из вариантов очень классно. Мне кажется, лучше всего переезжать не одному, если есть такая возможность, чтобы как-то поддерживать друг друга. Да, чтобы была поддержка. А вообще родители, близкие поддерживали вас? Как отнеслись к тому моменту, что вы планируете уехать? Все-таки вы далеко уезжали? Да, родители с радостью нас выпнули. Поддержали, да? Выгнали. Они сказали, езжайте и потом нас перетащите, давайте. Вот такие, какие у вас мудрые родители. Когда вы переезжаете, здесь другая вода, здесь у нее другой химический состав, и здесь немножечко другой химический состав у тех же продуктов, поэтому будьте готовы к тому, что у вас появится высыпание на коже, поэтому заранее советую всем брать с собой крема. Брать, если вы девушка с крашенными волосами, обязательно возьмите с собой шампунь, потому что здесь не стоит баснословных денег. Также советую, ну, крема подготовиться. Если вы мужчина, то советую шампунь для бороды взять, потому что здесь они тоже другие, как оказалось, они здесь не отличаются по х-составу, а он нужен другой. И есть риск того, что у вас начнут выпадать волосы, как у меня это стало, и от стресса, и от изменения воды и всего. Поэтому тоже возьмите какие-нибудь средства, потому что еще рано по возрасту. Ребята, спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что поделились, за то, что вы с нами есть. Я надеюсь, будете дальше. Я желаю вам легкого иммиграционного пути от пиара к гражданству, перевести родителей, маму, папу, всех. Спасибо еще раз вам большое. И вам спасибо за то, что оставались с нами. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал Emigrant Today.